С вами Актуальное интервью, меня зовут Павел Танин и сегодня у нас в гостях председатель ассоциации рестораторов, отельеров и туризма с говорящим названием этой ассоциации Ассоциация гостеприимства Якутии Татьяна Темырова. Татьяна Александровна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас такой замечательный повод поговорить, вкусный и приятный, мы поговорим о фестивале «Вкус Якутии», гастрономический фестиваль, который в четвертый раз прошел в Якутии в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». И с самого начала, каковы его итоги, расскажите про победителей, участников, сколько ресторанов, сколько шеф-поваров участвовало. В этом году мы уже проводим фестиваль четвертый год. Это очень феерический фестиваль, я считаю, и он прекрасно влился в большой фестиваль «Зима начинается в Якутии» своим многообразием, поскольку наша якутская кухня, она очень традиционна, она в то же время интересна и она в то же время сейчас становится современной. И в этом году приняло несколько участников, а это были 11 ресторанов и кафе нашего города Якутска, такие как Тегендархан, Каре, Тамерлан, Европа, Пап Хантер, ресторан Ринабо, ресторан Мацури, усадьба Атласовых, Дикая утка, ресторан Татохана и кафе Юрта. Такое интересное многообразие участников, оно дало раскрыть, наверное, потенциал нашей якутской кухни. И цель самого фестиваля – это раскрытие локальной гастрономии, это развитие нашего профессионального мастерства, наших шеф-поваров. И также это самое, наверное, значимое – развитие событийного туризма, гастрономического самого фестиваля, как развитие, наверное, туристического события. В 2016 году наш фестиваль получил гран-при. Он назывался «Национальная премия в области событийного туризма Russia Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие». В области гастрономического туризма. И я считаю, что это достойная награда, как раз когда Якутия себя проявила во всей Российской Федерации. И мы с успехом, наверное, блестяще одержали победу в этом конкурсе. И учитывая направление конкурса, мы смело заявили, что к нам можно приехать и вкусно поесть в «Национальной кухне». К слову, об участниках. Вот вы перечислили их много, то есть 11 участников. И в многих ресторанах и кафе, насколько я знаю, там обычно в меню даже нет «Национальной кухни», но они, тем не менее, представили работы. Да, действительно. В этом году мы решили, чтобы каждый ресторан в рамках фестиваля как раз-таки и предложил из наших местных продуктов, поскольку в любом случае сейчас у нас идет развитие нашей локальной гастрономии, это значит использование местного сырья, использование местных продуктов, таких же наших традиционных оленины, жеребятины, чем мы и славимся, да, нашей многообразной рыбой. И также использование дикоросов. И, конечно же, каждый ресторан пытался удивить гостей своих гастрономическими сетами. Вот, и поэтому лакомства, все, которые рестораны предложили, гости вот в рамках фестиваля с 30 ноября по 3 декабря могли вкусить в каждом ресторане. Я вот думаю, основное все-таки, основная борьба развернулась, я так понимаю, не на блюдах самих, потому что, в принципе, ну, насколько я знаю, я не эксперт в кулинарии, не эксперт тем более в национальной кухне, но набор блюд в якутской кухне довольно-таки узок. Я так понимаю, больше подачи пытались брать. Ну, здесь была оценка шла комплексно, поскольку в любом случае мы говорим не только о самих подачах блюда, но и также о презентации самого заведения, презентации коллектива. Были очень интересные презентации, это были и творческий подход, это показывали, свою культуру раскрывали. Ну, предположим, кафе монгольской, бурятской кухни, да, они показали свою национальную культуру, раскрыли и пели свои национальные песни, да, показывали в том числе и свои национальные блюда, бузы, да, но, опять же-таки, они приготовлены из местного сырья. Вот. И были, допустим, в ресторане Ренабо очень интересная презентация, они показывали культуру и в том числе и русское исполнение, да, песен было, и пляски были русские, и также национальные, вот и якутские были песни, игра на хамуси. То есть вот такое вот сочетание презентации самой культуры, духовности и подачи блюд, вот это вот сочетание, оно даёт как раз так и красоту фестиваля. То есть тут уже разговор идёт не только о еде, а вот прямо о целом представлении. А по итогу-то, кто победителем стал, кто лучше всех? Вот. У нас было несколько номинаций, и уже третий год у нас участвует усадьба Атласовых. И, наконец-то, в этом году они держали победу и получили гран-при. Но это было заслуженно, достойно, поскольку за это время профессиональный рост самого вот участника, да, самого же хозяина Николая Атласова, он выступал в качестве как раз и шеф-повара. И он показал своё мастерство, профессионализм, оригинальность подачи. Но самое главное, он сохранил те вкусовые качества и традиции нашего сырья. То есть мясо, рыбы, да, оно подавалось современно, применяя новые технологии. И в то же время, вот, предположим, технологию он использовал Сювид. Это длительное томление мяса при температуре около 60 градусов, да, варится. И вот эта новая технология, которая буквально в прошлом году только пришла в наш Якутск, он применил и приготовил шикарное блюдо из жеребятины. Все вкусовые качества раскрыты. И в то же время подача была очень современно оригинальной. Ну и оригинальную рецептуру, такую номинацию мы вручили ресторану «Дикая утка». Поскольку они применили, опять же, такие современные технологии и сделали стейк из косули. То есть, да, вот, дикого, значит, нашего зверя, да. И, скажем, не везде в ресторанах можно было попробовать дикое мясо. К примеру, опять же-таки, «Пап Хантер», они сделали котлеты из сахатины. Вот, представляете, да, очень интересно. Креативно, разнообразно. А это еще так красиво было все подано. За лучший дегустационный сет у нас номинацию получил ресторан «Тотухана». Они, конечно, поразили своим многообразием блюд. Это все было красиво украшено. Применили даже вот натуральные наши ветки, там, украшения. Вот это все было оригинально сделано. И, конечно, это хотелось прямо всем попробовать, вкусить. И где-то даже вот эти представленные сеты из-за красоты даже трогать или как-то вот разрушить красоту мы боялись. И хочется попробовать их, и, с другой стороны, не хочется разрушать композиции. Да, и номинацию за сохранение национальных традиций в приготовлении блюд, это достойно, конечно, получил Тыгандархан. Поскольку они уже на протяжении 36 лет соблюдают все традиции. В этом году у них новый состав поваров. Они показали, опять же-таки, сохраняя все вот свойства, да, качества наших и дикоросов. У них был очень шикарный десерт, предоставили в своих сетах. Ну, вот, интересно. И у нас разделялись конкурсы, наверное, в двух направлениях. Это были классические, да, рестораны и этнические. И вот я перечислила тех, которые вот в номинации классической подачи, в этнической, точнее, да. А вот классической, это победителями были за лучший дегустационный сет ресторан «Каре». Мы знаем, что он на сегодняшний день более такой современный, да. Многие гости любят туда ходить, потому что там и открытая кухня, открытый огонь. И шеф-повар постарался представить многообразие тоже своих блюд. Десерт у них тоже был очень шикарный. И также они применили новую современную технологию сью-вида приготовления и говядины, и жеребятины. За оригинальную рецептуру блюд мы присудили ресторану «Ле Фонтейн» в клубе «Европа». Клуб «Европа». У них были тоже поданы блюда из карася. Они также применили, сделали десерт суфле из дикоросов. Тоже очень красиво смотрелось. И за оригинальную современную подачу дегустационного сета мы присудили ресторану «Лернабо». Довольно недавно открылся этот ресторан. Он находится вот за городом, на берегу озера. И вот для нас это было открытие нового ресторана, на самом деле. Ну, то есть, фактически первый раз участвуют. Потому что многие, я опять же, по прошлым годам помню, участвовали. Но я думаю, сейчас мы немного от самой еды отойдем, потому что у меня уже слюнки готовы потечь. Я не знаю, что с телезрителями происходит. Может быть, кто-то уже пошел в холодильник посмотреть, что есть. Давайте поговорим, вот изменилось ли за 4 года что-то в этом фестивале. Казалось бы, срок не такой уж большой, но все же 4 года. За 4 года, да, мы уже более подошли, наверное, стали лучше в организационном плане. Если раньше мы вот пир горою устраивали, да, на столах все явства показывали. И это была презентация. И люди могли подойти, ну, и было не совсем комфортно, удобно, наверное, да, подходить с одноразовыми тарелками и вот с одного стола брать себе для дегустации. То в этом году мы сделали это уже в виде сетов. И чтобы каждый мог спокойно вот сесть за стол, и каждому гостю подавался уже сет. Сеты были у всех одинаковые. То есть от всех ресторанов такой формировался сет. Мы ездили в каждый ресторан, посещали каждый ресторан, и поэтому люди могли прийти в любой из ресторанов по графику, да, вот конкурсного. И попробовать сет этого ресторана. И попробовать эти сеты. В этом плане, конечно, было очень удобно, прежде всего для гостей. Ну, вот смотрите, фестиваль все же, как и зима начинается с Якутии, так и вкус Якутии, он так или иначе направлен на увеличение пассажиропротока, простите, туристопоток, туристического потока и улучшение сервиса как такового. То есть улучшилось ли вот за четыре года именно сервис в ресторанах? Безусловно, поскольку мы сейчас как раз-таки этим фестивалем ставим себе задачи, да, чтобы сервис в ресторанах для посетителей в городе, он был выше. И над этим мы очень сильно как ассоциация работаем. В этом году туристов прибыло намного больше. Целый самолет, борт, да, 97 туристов, это японцев, прилетело на фестиваль специально, да. Для нас это большое достижение, потому что это событийное мероприятие. И, конечно, цель нашей ассоциации – это развитие туризма, да, событийного туризма. Ну, видимо, с целью вы сейчас справляетесь, идете в верное направление. Да, и мы для себя определили, что мы вот свои задачи выполняем. Татьяна Александровна, буквально в двух словах, эфирное время, к сожалению, у нас подходит к концу. Каким видите пятый юбилейный фестиваль в следующем году? В следующий год мы планируем, чтобы у нас действительно наш фестиваль был узнаваем, наверное, во всей России, Российской Федерации. В этом году мы привлекли очень много экспертов. Это также и туроператоры приезжали, и также именитые шеф-повара, эксперты, члены Международной Ассоциации. Ну, я думаю, самое главное – расширить круг охвата. И зачем ограничиваться только Россией, можно и гостей из-за рубежа. Мы будем продавать наши туры, как гастрономические фестивали. К сожалению, я бы еще поговорил с вами, точнее, к радости. Очень вкусно разговариваем. Я напомню, в гостях у нас была председатель Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова. И мы говорили о фестивале «Вкус Якутии».